С приветом, Набутов. Куджи-подкаст на YouTube. Андрей Каняев. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А что такое Куджи-подкаст? Это подкаст такой на YouTube. Разумно, это я понял. Вы знаете, этот ответ мне напомнил знаменитую фразу. У вас был план на игру, и вы его придерживались? Да, у меня был план на игру, и я его придерживался. Это о чем вообще? Ну, это замечательнейший, удивительнейший подкаст. Если вы его еще не слушали, обязательно послушайте. Ну, это простой формат. Я и Тимур Коргинов придумал Тимур. Мы собираемся, иногда приходят гости, иногда мы вдвоем и просто болтаем. Понятно. Да, все. Нет никакого... У нашего подкаста нет глубинного смысла. Цели, месседжи просто. Вот мы разговариваем. Иногда бывают интересные мысли возникают. О гречке, например. Вот в последний раз к нам приходил Камил Гаджиев. Это промоутер UFC. Вот мы с ним очень долго рассуждали о гречке, потому что гречка, конечно, удивительная крупа. Она же греча. Начнем с того, что едят ее в основном преимущественно на территории бывшего СССР, а больше нигде практически эта супер-еда неизвестна. Но на территории бывшего СССР ее едят прям совсем. Но видишь, универсальный гарнир. То есть можно гречку с молоком, это будет каша на утро. Она же греча. Можно гречку. Крупа. А растения гречки. Я просто не знаю, это да, это питерские у меня. Да, да, да. Тема. Можно с курицей гречку. Она же еще... Курица с гречкой получается очень вкусная, потому что там соус какой-то дает. Камила рассказывал, что ему очень нравится гречка с сыром виола. Он говорит, кусочек виолы берешь, потом гречку и закусываешь. Очень, короче, был серьезный и содержательный разговор, как мне кажется. Понятно, да, согласен. Обязательно надо посмотреть. Обязательно. Более того, греча, это что, что просят привезти все наши соотечественники, уехавшие. Да, гречка, это действительно очень вкусная. На проклятый запад, понял, ладно, хорошо. Значит, Андрей, что я хотел... Я даже не знаю, с чего начать. Хотел пару слов спросить, насколько вообще у вас один из самых, наверное, известных таких научных агрегаторов, скажем, да? Изданий. Изданий, да? В Рунете, так сказать, вообще, насколько велик интерес аудитории к подобным ресурсам? Да нормально, велик. Ну, это очень сложный вопрос. Вы как-то измеряете его, может быть? Да, нет, мы, конечно, все измеряем, и у нас численно есть. У нас есть там условно месячная аудитория, 2,5 миллиона уникальных посетителей на сайте. У нас есть дзен, где там до 600 тысяч. Это Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен. Но у него очень сомнительное качество материалов, откровенно говоря. Здесь вопрос исключительно в том, что Яндекс.Дзен – это инструмент для того, чтобы дотянуться до читателя. Если смотреть на Яндекс.Дзен как издание, то поскольку оно является отражением человеческих интересов, то, разумеется, может сложиться впечатление, что оно сомнительного качества. Но это исключительно продиктовано тем, что у самого человека сомнительного качества и интереса. Потому что если взять и убрать то, что обусловлено нашей высшей нервной деятельностью, то, в принципе, нас интересуют три вещи. Нас интересует размножение, безопасность и еда. Вот и все. И, соответственно, именно поэтому всегда желтые издания будут впереди всех остальных, потому что они покрывают именно базовые физиологические потребности человека, как видно. Не спорю, это масс-продукт, как центральный канал телевидения. Поэтому, ну и там, грубо говоря, если там, типа, выскочит баннер, на нем будет написано, Ольга Бузова показала все, то я, наверное, на него кликну, потому что, ну как же, Оля-то все показала. До этого не все, а теперь вот все. Но это больше про искусство заголовка, а потом она показала все, что... Все, чему научилась в школе лепки и там и так далее. Может быть, но подсознание-то мое, понятно, как реагирует. Она же вовсе не думает, о, так Олька закончила свой курс по макраме, и сейчас посмотрим, как она кашпо сплела, да, ничего подобного. Сразу ты про все думаешь, кликаешь прям подсознательно, прям даже... Ты бы рад, чтобы нейросети Дзена про тебя думала, как про человека, которого волнует только наука, но ты, к несчастью, человек. Так что Дзен в этом смысле просто отражение. А, кстати, извините, ну, что мы заговорили про Дзен, а там же, получается, фактически система какая? Ты где-то зацепился за какой-то заголовок, там, не знаю, какие ресурсы, про вооружение, например, чему там народ любит, там, наши подводные лодки доказали. То есть и ты один раз кликаешь, переходишь там один или два, ну, смотришь какие-то материалы, и дальше он уже сам автоматически тебе начинает накидывать вот... Ну, на самом деле не так, хитрее, там, с первого раза он не начинает тебе... Это не рекомендательная система в примитивном смысле. Это как если ты поискал купить камеры, то потом тебе постоянно валится купить камеры. Там хитрее, там специальная карта интересов, как я понимаю, они не до конца раскрывают условно свою технологию, и я, в общем, не знаю, я рассуждаю как человек, который примерно понимает, как это работает. Должно работать, по крайней мере. Вот, и они, типа, если ты один раз кликнул на оружие, то у тебя в интересах появляется оружие, но это не значит, что оно, типа, сразу станет доминирующим. Скорее всего тебе в ленту начнут подмешивать оружие, и если ты больше не проявишь интересы, то его подмешивать перестанут. То есть там такая чуть сложнее схема. Но в целом, да, эта штука ориентирована на человека. На человека. У вас совершенно другой подход, как я понимаю. Ну, у нас всегда другой подход. То есть у вас больше лонг-ридов, у вас... Нет, у нас подход очень простой. Мы как бы, вот, если представить себе интернет как пространство, где лежит информация, то в церкви интернет это, конечно же, помойка. Мы живем в огромной, чудовищной информационной помойке. Вот. И, по сути, большинство медиа — это перекладывание из одной помойной кучи в другую. Так точно. Вот. И, ну, я поэтому иногда думаю, что было бы неплохо, на самом деле, стереть Фейсбук. Вот не в смысле удалить, а в смысле вот чтобы Фейсбук взял в один прекрасный момент и стер все, что лежит в Фейсбуке. То есть ты приходишь, а все профили пустые. Все пустые, и прям жизнь бы стала гораздо чище. Но тут же нагадили бы снова, не переживайте. Чаще-то же производят бессмысленное количество бессмысленной информации. Не надо думать, что чисто там, где не гадят. Чисто там, где убирают. Вот. Соответственно, мы живем... Может, это и то, и другое. Ну, нет. Вот. Соответственно, кто был в Испании, знает, что чисто там, где убирают, а не там, где... Ну, в Испании не очень чисто, поэтому... В Испании нормально. В Испании нормально, нормально. Вот. Соответственно, вот мы хотим все это прибрать и, соответственно, понять, как это устроено. Наша идея очень простая, что вот с перекладыванием мусора справиться и без нас кто-то должен, ну, какие-то там производить более серьезные вещи. Вот этим мы и знаем. Пускай в ущерб как бы аудитории. Что значит в ущерб аудитории? Ну, вот вы говорите, у Яндекс.Дзен 600 тысяч, а у вас? Нет, в Яндекс.Дзене у нашего канала там до 600 тысяч. Понятно. Да, у Яндекса.Дзена миллионы миллионов. Вот. Это как бы... Что значит в ущерб аудитории, если мы говорим про издание, про науку? Здесь же так работает. Ты придумал издание, делаешь его, а потом, ну, сколько собралось интерес людей, столько и собралось. То есть, глупо думать, что жизнь когда-то будет устроена так, что каждый захочет прочитать про нейтрино. Нет, не захочет. Нормально. Это вполне... Это даже, ну, хорошо, если не захочет. Вот смотрите, я открыл вашу заглавную страницу. У вас как бы в топе астрономия, физика, биология и такая более очень популярная прикладная история робота и дроны. Да. У нас уже тех... Ну, типа, список отворируется. Все зависит от того, про что сейчас больше пишут. Про что больше пишут. То есть, а вы выступаете... Много ли материалов производится под ваш... Или есть ли производимые под ваш заказ, или вы выступаете скорее как агрегатор и переводчик? Нет, это все пишут наши редакторы. Редактор... Мониторчик мониторит, редактор находится в статью, это научная статья в каком-нибудь журнале, разбирается в ней и пишет популярную заметку по научной статье. Именно поэтому мы выпускаем немного материалов. Потому что, скажем, когда я работал в Ленте.ру, с новостями, в принципе, новостник за одну смену может вполне выпустить там восемь новостей. Потому что, ну, новость про Путина легко написать на самом деле. Вот. А, скажем, вот наш редактор, ну, там, две-три в лучшем случае за смену он делает. Если легкие, две, если более-менее сложные. То есть по четыре часа рабочего времени на новости. А это какие-то... Ну, это журналисты работают или все-таки люди, имеющие... Ну... Понимающие, что они редактируются? Скажем так, тут же... Сейчас, они пишут. Если человек должен разобраться в статье по биологии, то, значит, у него должно быть биологическое образование. Вот этот вопрос. Вот. Ну, как бы, начнем с того, что журналист — это не профессия. Это ремесло. Это ремесло. Да, это объясняет. Раз это ремесло, да, то у человека должно быть какое-то базовое образование, чтобы сверху это ремесло легло. Разумеется, у всех наших сотрудников есть. Там какие-то наши люди регулярно нас покидают, чтобы заниматься наукой. Например, вот совсем недавно человек поехал, у нас замечательно был Дима Трунин, он писал про физику, про такую суровую, и вот он поехал дальше изучать свои CFT, ADS, дуальность. Вот. У него... Ну, как бы он в серьезное место поехал. Он так-то из МФТИ. Много такого у нас там... А вы сами откуда из МФТИ? Я? Как в смысле откуда? Я на Мехмате преподаю. Так-то. Понятно. Я просто не знал, понимаешь. Да, да. Вот. Вся математика. Вот. Поэтому как бы люди такие пишут, они... Их задача разобраться. У нас нет задачи супер примитивно написать, потому что, ну, ты должен пересказать историю. Ну, странно ожидать от человека, который лезет в новость, скажем, про ту же самую ADS, CFT, дуальность и ожидает, что сейчас он вот все-все-все поймет. Ну, как бы, если бы все это можно было очень быстро, очень понятно и без ущерба для смысла объяснить, физики бы не писали статьи, они бы друг другу пересылали смс-ки. CFT, дуальность, это для специализированного научного журнала статья. Правильно? Журналист Science должна выходить. Нет, нет, нет. ADS, CFT, дуальность, это замечательная вещь, на самом деле. Хорошо известно, что квантовая механика, теория относительности, они между собой не женятся. Противоречат, да? Нет, не противоречат, они просто плохо согласуются. Это одно, понятно. Ну, как бы, смотрите, давайте так. Вот у нас есть квантовая механика, она описывает маленькие вещи, у тебя есть теория относительности, она описывает большие вещи. Дальше есть, на самом деле... Есть четыре взаимодействия. Не-не-не, есть теория, которая вот там, где они соприкасаются, это элементарные частицы на релятивистских скоростях. В целом эта теория более-менее развита, потому что, ну, коллайдер работает. А дальше мы берем и говорим, а вот где еще вот в каких... Ну, понятно, что частицы разогнаны до релятивистской скорости, это экстремальная история. И мы, так как мы их не можем срастить, мы хотим хотя бы найти точки, где они соприкасаются. Одна из таких точек — это черные дыры. Черные дыры интересны объекты и с точки зрения теории относительности, и с точки зрения квантовой теории, потому что у них квантовые свойства должны быть очень простые. И вот буквально в начале десятых годов этого века, ну, 2010-х, появилось несколько работ, которые показывают, что вот, есть серьезное противоречие. Это, кстати, одна из последних работ Стивена Хокинга была попытка это противоречие разрешить. Одна из последних работ Стивена Хокинга была попытка разрешить это противоречие. Мы смотрим на черные дыры. Мы смотрим, с квантовой стороны у них должны быть одни свойства. С точки зрения гравитации — другие. Возникают проблемы. Как их поженить? И один из ответов — это попытка найти какую-то теорию, которая все-то не решает, но хотя бы историю с дырами как-то может разрулить. Один из кандидатов, который появился в последние годы, это АДС-ЦФТ-дуальность. Это теория, которая говорит, на самом деле, что если вы записали одни уравнения с одним числом неизвестных, то они эквивалентны, их можно переписать хитрым образом, как уравнения с другим числом неизвестных, и они будут выглядеть очень хорошо с математической точки зрения. И вот эта дуальность, это общая концепция, нет такой теории, про это постоянно выходят статьи. Но в целом это довольно любопытная вещь, такой передний край науки, где сейчас происходят сложные вещи, и вот у меня ушло сколько там, не 20 минут, но сколько-то, ощутимое число минут для того, чтобы пояснить хотя бы общее направление. Там внутри есть еще больше деталей, и, соответственно, про это рассказывается. Да, но это, я думаю, что довольно сложно, там широкая аудитория, безусловно. Почему? Это же вопрос... Сейчас, вот это, кстати, распространено в заблуждении. Почему это сложно, широкая аудитория? Вот ты как думаешь? Почему это сложно? Ну, потому что это сложно в той терминологии, в которой вы это пытаетесь понять. Все равно, что вы сейчас сядете и будете глубинно мне объяснять, например, теорию струн в одной из интерпретаций, которая как раз и должна решить противоречие между общей теорией относительности и специальной теорией относительности Эйнштейна и квантовыми механическими эффектами. Это правда. Но мы сейчас не об этом. Да, но тем не менее, это одна из гипотез, только предусматривающая, например, 10 измерений или 9. 11. 11 и так в последней интерпретации. Очень простую вещь. Я хотел сказать, что это глупо думать, что есть темы для широкой аудитории, есть темы для узкой аудитории. Вопрос, как вы объясняете? Как вы подаете? Нет, вопрос о том, интересно ли человеку. Если у человека есть желание разобраться, он полезет и разберется. А если желания нет, ты можешь вокруг него плясать с бубном и рассказывать, но он все равно будет кликать. Дело в том, что для некоторых материалов, их, кстати, у вас довольно много, но и на других ресурсах, которыми я пользуюсь, на постнауке, например, или на, ну, в основном постнаука, значит, это же вопрос еще изначального базиса знаний, потому что для того, чтобы понять глубинно те механизмы, которые вы описываете, которые теоретические, кстати говоря, в любом случае, их довольно сложно доказать, то надо, в общем, иметь довольно серьезную базу изначальную, и математическую, и физическую, и астрофизическую, разнообразную. Ну, возможно, но чтобы понимать новости по экономике, тоже нужно иметь какую-то базу, ну, хотя бы знать имена министров. Здесь то же самое, потратил время, дошел до понимания этих новостей, обычно. Хорошо, а давайте вот, смотрите, кстати, новости, я сделал подборку с разных ресурсов, не только с вашего. Да, давайте. По, на мой взгляд, наиболее востребованным таким направлением науки фундаментальной, прикладной и технологических новостей. Хорошо. Значит, давайте начнем сначала, вот буквально за неделю просто я хочу показать, как много всего происходит и в биомедицине, например, и там везде в космосе и так далее. SpaceX отправила на орбиту еще 60 микроспутников Starlink для создания сети высокоскоростного интернета по всей Земле. Трансляция запуска, там, на, общее количество спутников Starlink на орбите 232 штуки, что делает компанию Маска крупнейшим оператором коммерческих спутников. Значит, это предыдущий запуск на орбиту состоялся всего три недели назад. Значит, все это образует в будущем сеть InternetX. Глава компании Маск заявил, что интернет, раздаваемый со спутников, будет работать в 40 раз быстрее, чем у любого оператора на Земле, а операторы висят на высоте 550 километров. Да, хорошая новость. Ты же понимаешь, что там вот в одном месте есть офигенная спекуляция. Ну, типа, когда ты говоришь, и теперь, значит, вот эта компания стала крупнейшим оператором. Это микроспутники, они маленькие. Ну, как бы это запустить микроспутник и запустить какой-нибудь Иридиум, это совсем разные задачи. Ну да, Иридиум и Купсат, это, конечно, безусловно. Ну и все, о чем мы тогда говорим. Тогда это просто отличная новость. Про Илона Маска можно говорить долго, про Илона Маска можно, типа, постоянно про него можно... А вот вы что думаете о нем, кстати? Что я думаю? Он же такой визионер, необычный человек, удивительный человек, наверное. В смысле? Илон Маск очень любит движ. Он его умело... Он его создает. Я очень тоже люблю движ, и мне кажется, что это очень хороший навык создавать движ. То есть ты создаешь, двигаешься, а люди уже там для себя решают, хорошо это, плохо, нужно ли это, сноб ты или не сноб. И в этом смысле его достижение бесспорно. То есть он как бы создал движение вокруг... По крайней мере, если мы даже не можем прийти к общему мнению, мы хотя бы заново обсуждаем вопросы, которые не обсуждались до него. Например, нужно ли нам опять летать в космос? Нужно ли нам летать на другие планеты? Хотим ли мы, чтобы автомобиль был электрический? И так далее. Эти вопросы как-то всерьез не обсуждались. Ну, условно, до того, как Тесла появилась. Кто всерьез обсуждал? Да-да, он создал тренд. Он создал, да. Можно так сказать. Ну, можно условно. Вот, да. И в этом смысле, конечно, очень круто. Мне очень импонирует такая ситуация. Даже если мы потом решим, что не, электрический автомобиль все-таки фигня, потому что там и батареи производить надо, утилизировать, и в целом нефть еще не использована, не так уж сильно мы вредим окружающей среде. Давайте все-таки на этом, на этом, хочу сказать, на угле. Давайте на бензине ездить. Вот. Даже если мы к такому решению придем, в целом то, что самообсуждение было уже круто. Ну, да. Я, кстати, хотел спросить вот такой забавный вопрос. Маск или Джобс? Совсем разные люди. Конечно. Ну, так это их странно сравнивать. А я не сравниваю. Это примерно вопрос, ты кого больше любишь, маму или папу? Вот ты кого больше любишь, маму или папу? Это у всех, кто тут маму. Маму? Да. Слабак. Правильный ответ. Я люблю своих родителей одинаково. Это нет правильного ответа в данном случае. Конечно нет. Мороженое. Да, мороженое. Понятно, что вкуснее в груши или арбуз, я согласен. Но все-таки вот по значению для технологических изменений мира. Да, совсем разные люди. Ну, совсем разные. Их бесполезно сравнить. Потому что, ну, скажем, Илон Маск, он даже стоит как бизнесмен. Это стартапер. У него большое количество стартапов. Джобс – это человек, который создал компанию, которую выгнали из компании, который вернулся в компанию и переизобрел ее изнутри. Но это как бы мы совсем говорим про разные. Грубо говоря, мы говорим про продакта, потому что продакт-менеджер, да. То есть это такой человек, который знает, как должен выглядеть продукт и который говорит, что должны быть шрифты, все должно быть красиво. Между продактом и между профессиональным стартапером, таким кофаундером, собирателем денег и создавателем движа, да. И это разные должности даже в одной компании. Поэтому их сложно сравнивать. Было бы круто, если бы они вместе что-нибудь успели бы сделать, но не успели. Да, так бывает. Значит, что хотелось бы понять. Дальше, поехали следующее. Про спутники понятно. На мой взгляд, здесь интересна не та фраза, за которую вы зацепились, что он стал крупнейшим оператором коммерческих спутников, потому что действительно смешно сравнивать Кубсата и большие спутники на высоких геостационарных орбитах, которые висят. А вопрос в том, что он планирует создать сеть, которая будет напрямую раздавать интернет. Я знаю, что это не единственный проект такой, как это вообще будет работать. То есть прямо в телефон. И все наши... Ну, как бы сейчас спутниковый телефон, в принципе, помещается в руки. У него единственное отличие от обычного телефона, он так помассивнее, конечно. Ну и Ридиум. Но у него большая антенна. Она такая толстая. Вот. Если спутники будут плотнее, то вполне возможно, нужна будет антенна поменьше для модема. Или, может быть, даже можно будет делать телефон, который и без антенны будет принимать. Не знаю. В целом, раздача интернета – это хорошая идея. Но это же здорово и интересно. Мне кажется, так и должно быть. Ну да. Ну тут вопрос еще бизнеса. Что он будет сидеть на канале распространения. Это как бы классная идея. Просто вопрос в том, что тогда все наземные сети перестают исчезать необходимость в сотах в наземной ретрансляции. Возможно. И сложнее, соответственно, контролировать, например, государство там. Возможно. Такая история. Мы посмотрим, как это будет вопрос решаться. Потому что, скорее всего, доступ будет даваться в интернете. Он там написан, что будет просто покрытие по всей Земле. Скорее всего, будет по регионам, с роумингом, что-нибудь такое. Решат этот вопрос, я думаю. Понятно. Поехали дальше. Значит, в Японии на этой неделе тоже стало известно. Впервые провели пересадку сердечных мышц, выращенных в лаборатории. Japan Times об этом пишет. Это университет Осаки. Ученым впервые удалось успешно провести операцию при пересадке не всего сердца, а только его части, сердечной мышцы. Значит, в случае, если ткани приживутся, такие операции в будущем позволят сократить число полных пересадок сердца. Пациент страдал ишемической кардиомиопатией. Значит, и так далее. После выпуска, выписки его будут отслеживать в течение следующего года. Вот. Ну, и там, значит, некоторые другие подробности. Так интересно. Хорошая новость. Очень прикольно, что можно уже прям по кускам что-то выращивать и пересаживать. По-моему, это отличная новость. Я такие очень люблю. Ну, то есть вообще про биопринтинг органов, по большому счету. Разговоры японцы один из лидеров в этой области. Ну, это не биопринтинг. Все-таки это обычное... Это выращивание. Обычное выращивание, да. Печать, она все-таки такая. Но... Да нет, почему. Это много разных исследований по многим разным направлениям. Совсем давно была новость, что время хранения, например, той же печени увеличили, причем в незамороженном состоянии до, там, по-моему, 9 суток. Потому что есть два режима. Первый, она замораживается со специальными этими, а второе, она охлаждается. Вот. И охлажденное лучше, но жило там 12 часов. А замороженное, типа, до суток, но там проблемы. А теперь, значит, в охлажденном состоянии научились хранить до 9... Ну, это экспериментально, разовая вещь. Это еще не принято протокол к использованию, но до 9 суток. Это означает... Ну, понятно, что в вопросах пересадки жизнь так устроена. Если человеку нужен донор печени, да, то обычно как жизнь устроена? Что ты попал в больницу, лежишь и ждешь, что когда придет печень, если придет, то повезло, не придет, не повезло. А тут 9 суток, соответственно, можно донора оповестить, того, кто должен получить печень, можно оповестить, привезти его в больницу. То есть, в целом, совсем другой разговор. Так, поехали. Следующее, как бы, направление. Одно из таких сейчас самых обсуждаемых в обществе, во всех его слоях. Что-то это искусственный интеллект. Я, насколько знаю, я тут не видел виду какой-то опрос общественного мнения, что 70% россиян не знают, что такое искусственный интеллект. Да, это... Ну, я не знаю, как прокомментировать, но не знают, может, и хорошо. Все равно же искусственный интеллект не создан, так что, может, это и к лучшему. Но искусственный интеллект, это же, в общем, совокупность технологий, по большому счету. Нет, искусственный интеллект создавали за последние 50 лет как минимум раза три была вот эта телега про искусственный интеллект, просто она была связана с разными вещами. Сначала казалось, что ты можешь имитировать искусственный интеллект деревом, ну, то есть, типа, просто перебрать все возможные ответы, вопросы. Вот, потом казалось, что ты его можешь моделировать там с помощью N-gram, а теперь вот люди уверены, что это можно делать с помощью нейросетей. В любом случае, все эти системы от интеллекта отличают то, что они не создают никакой дополнительной ценности, никакого дополнительного смысла, а просто, на самом деле, являются изощренными переводчиками с одного языка на другой. Довольно сложное определение. Мы сейчас продолжим эту тему и обсудим некоторые новости. Ну что, ребят, летим дальше. Час, посвященный науке, популяризации науки. Дарья Гордеевна, из этого Виктора Набутова у нас в гостях научный журналист, математик, издатель портала N-plus-1, создатель и ведущий Куджи подкаст на Ютьюбе Андрей Коняев. Андрей, здесь. Смотри, на искусственном интеллекте остановили, и вот наш слушатель Иван прислал такой вопрос. В WhatsApp правильно ли я понимаю, пишет Иван, что искусственный интеллект не способен к синтезу, а лишь к анализу, если говорить в терминах системного мышления? Ну, близко. На самом деле, хороший пример, вот что может искусственный интеллект? Он может хорошо, например, переводить один текст с одного языка на другой. Потом оказалось совершенно неожиданно, что можно превращать текст в музыку. Это тоже оказалась хорошая системная задача. Например, или, например, превращать музыку в текст, или словесное описание картины. То есть букву к волне привязать, условно. Ну, типа, это как если человек понимает, ему говорят, что напиши хорошую музыку, а он композитор, он тебя из готовых кусков быстро соберет. Но оказалось, например, если ты попытаешься с помощью искусственного интеллекта написать стихотворение, то выйдет фигня. Почему? Потому что в целом поэт, как явление, стих является следствием его не только внутренних переживаний, но и, условно, всего жизненного опыта. Нейросеть может только изучить его стилистику и пытаться попасть в его рифмы. Кстати, делает это вполне успешно, как и с музыкой. Да. Практически неотличимо. Но здесь разговор о том, что здесь не создается никакой дополнительной ценности. То есть она может возникнуть случайно. Мы просто генерим много фраз и смотрим, какие из них прикольные. Но в целом... То есть у нее нет творчества, вы хотите сказать? Нет, она не может... Как бы с точки зрения теории информации, она не увеличивает количество информации. То есть входящее количество информации и выходящее одно и то же. Или меньше. Мы просто говорим о искусственном интеллекте. А почему? Вот у меня несколько новостей по этому поводу. Потому что сейчас большой кипиш по этому поводу. И там, не знаю, матери детей, когда искусственный интеллект, робототехника сразу бегут. И там все, значит, так или иначе это обсуждают. И политики об этом говорят. Вопрос, что никто не понимает, что такое искусственный интеллект. Есть разные, во-первых, подходы, насколько я понимаю. Есть, условно говоря, биологический подход, когда искусственный интеллект обладает сознанием или нет. Ну вот, сравнивая с человеческим интеллектом. Ну вот мы так далеко даже это ищем. Ну условно. А есть, например, программистский подход, самый популярный, согласно которому искусственный интеллект, извините меня, это совокупность неких алгоритмов. Вы заговорили, там, поисковая система, чат, условно, чат-бот, распознавание образов, это тоже технологии. Это все разные технологии искусственного интеллекта. Ну да, программистский подход, это тест Тюринга, грубо говоря. Ну да, машина перед тобой или человек. Да, мы, если машина может тебя достаточно долго обманывать, она неотличима от интеллекта. Ну да. Так вот, давайте быстро, значит, пару новостей. DARPA, это американское агентство, которое занимается военными разработками, провело первый этап испытаний и виртуальным воздушным боем. Нейросеть, которая принимала участие в испытаниях, получила название Alpha Dog Flight Trials. Значит, испытание, ну, неважно там, в общем, проводилось в рамках проекта на разработку искусственного интеллекта, способного в автономном режиме вести как дальний, так и ближний бой в воздухе. Значит, согласно условиям, тендер ИИ должен быть обучаемым, другими словами, на первых этапах он должен вести себя как летчик-курсант, а в ходе последующих тренировок вырасти до уровня суперпрофессионального лётчика. Потом его установят, значит, на Skyberg, это автономный летательный аппарат, предназначенный для сопровождения пилотируемых самолётов. Ведомый беспилотный аппарат такого типа будет учиться искусству полёта у людей. Что скажете вообще? Вот, например. Вообще, DARPA — прекрасная компания. DARPA как агентство, да, типа, с точки зрения пиара — великая вещь, потому что, если мы так послушаем, типа, они нам сообщат о том, что пройдёт испытание. То есть даже не про результаты испытания, а то пройдёт испытание — это раз. Важный нюанс в этой новости. Второй вопрос, который до сих пор не решён, и его не спешат пока решать, это то, что мы не знаем, насколько искусственный интеллект от таких системы вообще надёжны. Они же программируются по принципу чёрного ящика. Мы создаём нейросеть, у нас есть обучающая выборка, соответственно, проверочная. Мы что-то там какие-то коэффициенты подбираем, а дальше возникает вопрос, насколько эта система устойчива, сколько она генерирует ошибок. Ну, это как если бы мы с вами строили мост на глаз, да, и такие типа, ну, а сколько он выдерживает? А я такой, ну, не знаю. Ну, вот я прогнал через него 500 грузовиков, он не развалился, значит, он выдерживает грузовики. Вот примерно такая логика, да. Никто не позволит так строить мосты. И, разумеется, никто не позволит железке под управлением искусственного интеллекта летать, если мы не понимаем, у нас нет вот этих вот хотя бы стандартов. А до разработок стандартов ещё световые годы, серьёзно. А действительно, что, я так закину вопрос, действительно, что сами разработчики не понимают, например, зачастую, что происходит внутри, вот как нейросеть. Вот они что-то закладывают в неё, потом имеют какой-то выходной результат. А как внутри он достигается, непонятно. Смотри, ты правильно говоришь. Что такое нейросеть? Это функция. У тебя есть входные результаты и выходные. Ты знаешь, грубо говоря, как она внутри устроена, как она считается, у тебя есть все составные части. Но это не то, что мы хотим знать. Мы хотим знать, насколько сама функция устойчива. Например, нет ли таких данных, что я подал, а она сломалась? Очень простой вопрос. И вот, грубо говоря, этого нет. Потому что, на самом деле, нет достойной теории математической нейросети. Есть какие-то там утверждения в духе, любую функцию можно приблизить нейросетевой моделью. Поэтому она означает, что для любого вот такого входного-выходного результата она, типа, их приближает. Но, типа, насколько это устойчиво внутри, как это работает, да, мы не знаем правильно. У меня вот какой вопрос. Вот смотрите, действительно, я прочел новость. Ну, достаточно просто написанную, понятно, о чем идет речь. И уже в ней вы там нашли заковыку. А известно, что бывает довольно много и перепубликуются разных научных новостей, которые непроверенные и так далее. И это все уходит в народ и потом обсуждается, выдается уже зареализованный проект. Как, условно говоря, как бороться вот с этим фейк-научными новостями, полуфейк? Да никак не бороться. Ну, пусть читают. Это же, как это... Мы сейчас... Мы, на самом деле, сейчас, возвращаясь к моей аналогии с мусоркой, да, что мы все живем на помойке информационной, мы возвращаемся к вопросу, что нам нужно научить людей мыть руки. Вот, ну, как бы... Как это делается? Это делается долго и болезненно, да. Что можно всех заставить мыть руки, но если люди не поймут, что нужно мыть руки, они их не будут мыть. А все остальные меры, да, ну, они рано или поздно, ну, сломаются. Понятно, понятно. Так что это долгий и болезненный путь к представлению об информационной гигиене. Кстати, мыть руки полезно не только с точки зрения гигиены, а с точки зрения, например, очищения головного мозга. Я умываю руки. Отсюда пошло. Потому что идет перезагрузка определенная. Такая вот удивительная взаимосвязь. Я просто к чему, я недавно читал материал, в котором описано, как одно из крупных английских изданий перепечатал, чуть ли не там, не помню, не помню, Times или что-то типа этого, перепечатал научную новость откуда-то там, даже, по-моему, не из первоисточника, и, значит, 300 тысяч моментально репостов. Вот, народ пошел обсуждать, и она как бы была очень близко, похожа к действительности. Вот. А потом выяснилось, что там какая-то ошибка, и что все это на самом деле, ну, как бы не работает. Вот. Так вот, опровержение у себя опубликовало там только 3000 человек. Ну, так всегда и работает. Вот удивительным образом, да. И потом весь мир поэтому сидит, как бы не обладая компетенциями, и обсуждает, по большому счету, липовую информацию. Вот. Это же ужасно. Ну, что поделать. Опровержение действительно собирают сильно меньше, чем оригинальные статьи с результатами, но от этого никуда не деться. Пока, по крайней мере, так у нас организовано распространение информации, что нет возможности ее поправить. Вопрос следующий. Значит, давайте еще одну новость. Власти Китая открыли крупнейший и самый чувствительный в мире радиотелескоп. Его разрабатывали с 16-го года. Значит, несколько раз тестировали. Вот, и год не могли запустить. Вот это произошло. Телескоп находится в провинции Гуанчжоу и специализируется на поиске и дальнейшем изучении пульсаров. Два из них, FAST, так называется телескоп, аббревиатура, открыл еще во время тестирования. Значит, диаметр зеркала 500 метров. Он будет заниматься также поисками внеземного интеллекта, изучением экзопланет, которые расположены на расстоянии до 100 световых лет от Солнца и обладают магнитным полем. Тут только надо сделать, ну, оговорку условного зеркала. То есть это не натуральный полукалометр. Ну, конечно, его невозможно сделать, да. Он из разных составных частей. Да, то есть, как бы, грубо говоря, та принимающая решетка, про которую мы говорим, ну да, отличная новость, хороший телескоп. Я не просто спросил, я бы к чему прочел эту информацию, что вот почти все, что я читаю и изучаю, за крайне редким исключением, это все, к сожалению, новости о фундаментальных разработках, о каких-то прорывах, о интересных экспериментах, о базе научно-технической, мы говорим сейчас о ней в этой новости. Это все не в России. Ну, это, во-первых, неправда. Это раз. Смотри, во-первых, про телескопы. Телескопы, вещь такая. Телескоп хороший, можно построить, либо если у тебя очень много денег, как у Китая, потому что это все-таки вторая экономика в мире, либо в складчину. Либо сетью объединяет. Да, то есть вы вскинулись и вместе построили телескоп. Вот. Россия так получилась, что когда все эти вот тусовки образовывались, которые сейчас строят телескопы, условно, есть два хороших места, где можно построить телескоп в мире. А Ресиба какой-нибудь там? Нет, Маунакия на Гавайях и Атакама в Чили. Там очень чистое небо, очень хорошо. И штука заключается в том, что когда все эти там консорциумы образовывались, Россия в этом не участвовала. Сначала из-за денежных соображений, потом типа не до этого было. А сейчас, когда деньги появились, в последнее там какие-то время, уже типа другие приоритеты стали. В России деньги уходят на другие вещи. Это раз. Поэтому какая-то техническая оснащенность в России все-таки есть. А второе, ну, наше отношение такое. Вот совсем недавно Росатом объявил, что будет строить квантовый компьютер. Квантовый компьютер, на самом деле, это, скорее всего, как телескоп. То есть это такая здоровая, дорогая штука. Куда ты в будущем? То есть все сначала думали, что это будет у тебя прямо дома стоять. А потом, скорее всего, это будет такая штука, где ты продаешь просто доступ. Доступ, да. И он вообще производит вычисления. Да, да, да. Ну, как в американских университетах. Одну короткую паузу сейчас сделаем, продолжим через пять минут. Мы с создателем портала Н плюс один научно-попровизирующего науку с Андреем Коняевым закончили на, так сказать, новостях прикладной науки о запуске крупного телескопа очередного в Китае. И вообще перешли на разговор о том, что, в общем, большая прикладная наука, которая требует огромных инвестиций, это международная кооперация. Ну, вот ЦЕРН тому примерно. Да, да. Я не закончил просто историю, я прям секунду ее закончу. И вот была история, когда Росатом объявил, что будет делать компьютер квантовый, и что-то там было объявлено, какие-то смешные, ну, по меркам, реально, разработок квантовых компьютеров. 50-кубитный? Нет, 60 миллионов рублей, 600 миллионов рублей, по-моему, какая-то такая была сумма с точки зрения, ну, 10 миллионов долларов, там, это что такое. Вот. Или 6 миллиардов. Ну, короче, какие-то такие деньги, которые у Гугла за год сгорают на производстве их квантовых компов на разработке. Вот. И тут же просто же интернет же переполнился, типа, вот, разворуют опять и т.д. Поэтому, с одной стороны, у тебя получается, что больших проектов нет, с другой стороны, как только ты берешь деньги на большой проект, тебе говорят, а, вот, хочешь их разворовать. Так что, ну, такие виллы. Ну, квантовая гонка продолжается, там, Китай и США, так сказать, рубятся за перец, причем Китай, по-моему, впереди. Ну, я бы не стал. Ну, или примерно они там на равных бодаются. В Штатах есть, по-моему, у IBM открытый квартовый компьютер с 51-кубитный. У Гугла есть. У Гугла есть, и у некоторых университетов американских они есть, да. Которым вы можете за деньги, так сказать, производить вычисления. Вы знаете, заговорив, кстати, о квантовых вычислениях, у вас, как у математики, хочу спросить, я думаю, многим интересно. Все же считают, что квантовый компьютер, вот он там на порядке порядков по своей вычислительной мощности превзойдет. Даже перспективные, там, обычные классические компьютеры, даже на графене, которая построена, там, новая технология, да. Невозможно их там делать меньше, меньше, меньше. И производители многоядерные, там, ну, понятно. Вопрос в том, насколько я понимаю, что есть все равно области, где квантовый компьютер не сможет превзойти обычный, который работает по бинарной схеме, там, ну, 1-0, да. Правильное утверждение, что квантовый компьютер — это история, которая предназначена для решения специальных задач. То есть, грубо говоря, сделать красивую графику с помощью квантового компьютера, скорее всего, будет невозможно. А вот, скажем, смоделировать химическую реакцию, что, в свою очередь, почти невозможно с помощью классического. То есть, просчитать огромное количество вариантов развития. Вот сейчас же как? Мы пока ничего не можем посчитать, и квантовые компьютеры, они выступают квантовыми симуляторами. Квантовый симулятор — это когда у тебя есть система как большая, но маленькая и попроще, но она демонстрирует те же эффекты. И так как эти эффекты принципиально квантовые, то их расчеты с помощью обычных компьютеров могут быть просто невозможны. Просто ты такой эффект не создашь на глубоком уровне. А тут раз-раз-раз, и потенциально можно моделировать химические реакции. Это, по-моему, вообще космос. Стоимость проекта 20 миллиардов рублей, уточняет Татьяна. Ну, ты же, я помнил, что это 100 миллионов долларов получается. 20 миллиардов? 100-300, 300, да. Ну, 300 миллионов, что такое. 300 с небольшим, но я думаю, что это нормальные деньги. Значит, нам уточняют, что Ротан 600 — крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром 600 метров и расположен в Карачаево-Черкесии не только от станицы Зеленочукская на высоте 970 метров. Ну, то есть на высшей облачности надо ставить. 600 метров он, конечно, не может быть. Ну, это не может быть сплошное зеркало 600 метров. И самое главное, насколько я понимаю, как раз мы обсуждали, что с его обновленным зеркалом вышла незадача. Там кривизна немножко не та оказалась. Придется опять все менять. Вообще, что интересно, вот, вы знаете, завершая... А мы же, наверное, не успеем. Ну, у нас минута ровно. У нас минута. Я хотел бы... Какие еще ресурсы вы порекомендовали для людей, которые любят науку, интересуются ей? Кроме Н-1. Да я не знаю. Просто вы гуглите, смотрите, что интересное, что такое, типа, более-менее понятное выпадает и пользуетесь чем. А дальше разберетесь. Как только увидите, что там туфта, переходите на следующие ресурсы и таким образом доберетесь до хороших. Окей, а я от себя посоветую вам, конечно же, Н-1, я посоветую Хай-Тек-ФМ, я посоветую, естественно, постнауку. Ребята, кайфуйте, получайте новые знания. В этом в значительной степени есть смысл жизни. Андрей, спасибо большое. Спасибо за интересный разговор. Спасибо за эфир. Друзья, оставайтесь под серебряным дождем. Хорошей рабочей недели желает вам Виктор Кириллович. Правильно я говорю, Виктор Кириллович? Категорически присоединяюсь.